Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Риски от его распространения высоки. В связи с этим регионы должны задействовать все ресурсы. Важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность. Плотнее работать с регионами. Вот то, что сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Зайбайкальский край, меня это тревожит. Мы выходим на решения, которые предоставляют большие возможности регионам. Это все делается для того, чтобы регионы могли оказывать помощь эффективно предприятиям. Число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации. Показатель для Российской Федерации на сегодняшний день на 100 тысяч населения составляет порядка 17. И это в 5 раз ниже, чем Канада, в 10 раз ниже, чем в Германии и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии. Деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме. И ВЭЛы, они нужны для лечения тяжело больных. Кислород подводить хотя бы койкам специализированным. Кислород можно подводить. И можно заниматься подготовкой персонала. Активнее просто нужно действовать. Активнее и быстрее. В 200 миллиардов президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектом федерации в ближайшее время. И в 200 миллиардов мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации. Несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, значит, каждый руководитель региона на своем месте должен понимать, к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена. В Москве сегодня проходит масштабная дезинфекция специальными моющими средствами. Обработали дороги, тротуары, дворы, парковки. Общая площадь 300 миллионов квадратных метров. Особое внимание остановкам общественного транспорта, входам в метро, территории лечебных учреждений. Там, где не могла проехать техника, работу выполняли вручную. Как сообщают столичные власти, дезинфекция прошла уже в четвертый раз с конца марта. Использовались препараты, которые абсолютно безопасны для людей. Кроме того, в столице постоянно проводят обработку всех подъездов многоквартирных жилых домов. Я не знаю, коллеги, объясните мне, пожалуйста, для чего асфальт на шоссе стерилизуем мы вот этими дезинфектантами? Что? Кто-то представляет, что вирус содержится на дорожном полотне? Да и даже если бы туда, даже если бы водитель какой-то... Я вам потом по секрету скажу, есть мнение, что отмывают деньги, а может быть и нет. А может быть важный психологический эффект тоже принципиально. Когда в стране паника увидела асфальт обработали и отпустила, отпустила. Против паники. И не прилипла, зараза. И немножко распила денег. Чуточку. Но это не то, что. На самом деле люди, которые знают, что такое настоящий карантин и что такое настоящая эпидемия, те как раз на это реагируют совсем по-другому. И когда я вижу, когда стены на садовом кольце поливают какой-то дрянью, я думаю, что здание ВТБ, стена ВТБ банка, это не стена плача, к которой приходят люди, да, что ты там делаешь. Целует ее. Там может подойти только несколько обиженных плачек. Ну зачем же это делать? Это же просто глупость. Вернее, это не глупость, это, наверное, просто отмывание денег. То есть кто-то кому-то отдал, надо слить вот эти самые дезинфекции. Давайте будем рассчитывать и думать, что это не знание и желание успокоить в первую очередь нас с вами, людей, которые совсем недавно получили дипломы вирусологов и теперь рассуждают об этом круглогодично и круглосуточно просто потому, что страшно. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов. Береженого Бог бережет. С 22 апреля в Москве меняется пропускной режим. Об этом сообщает на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Для контроля за соблюдением задействуют камеры ГИБДД. Ездить можно будет только на автомобилях, которые внесены в цифровой пропуск, а в общественном транспорте будут действовать карты стрелка, тройка и месячные проездные, номера которых также зарегистрированы. Действие остальных билетов временно приостановлено. Причем эти требования распространяются и на обладателей служебных удостоверений. Чтобы внести изменения в уже полученный пропуск, нужно воспользоваться специальным сервисом. Также вводится новый цифровой пропуск для волонтеров. Подробнее с нововведениями пропускного режима можно ознакомиться на сайте мэра. Хочется узнать, депутаты, сенаторы и прочее, как они регистрировались, как они указывали место работы, какое у них ННН и какое ООО, в каком они ООО работают. То есть что они показывают в случае если. Если вдруг ни с того ни с сего депутату, например, захочется проехаться в метро. Ну такая фантастическая. Я предлагаю депутатам, у нас есть разные депутаты, муниципальные есть, федеральные депутаты, Государственные думы. Пожалуйста, расскажите, можно даже анонимно, как вы проехались в метро? Ну потому что если у вас есть QR-код, то дна надо вбить карту стрелка. Ну не все же, есть же честные депутаты, которые ездят в метро. У вас какой ННН был установлен? Просто очень хочется узнать. Собянин попросил полицию в будущем не допускать скопления в метро. Да, об этом он заявил в разговоре с начальником главного управления МВД по Москве Олегом Барановым. Что касается реакции Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что делать выводы на основе первого утра неправильно. Цитата. Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко, подчеркнул он. И также отметил, Дмитрий Сергеевич, что пропуска ввели, потому что жители и гости Москвы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима изоляции. А, понятно. Ну то есть я правильно, вот я вчера пошутил у себя там в телеграмме полушуткой полусерьез. Я написал, что перед выступлением еще Владимира Владимировича, что многие оказались недисциплинированы, поэтому предлагаю карантин внести в Конституцию, закрепить его на шесть летка и обновлять его в результате только перевыборов. Ну а что морочиться-то? Всегда будет кто-то очень сильно недисциплинированный. Только единственное по датам есть маленькая проблема. Те куршавельцев, которых вытащили в информационное поле на флаг и обвиняли в том, что сейчас вот прирост заболеваемости из-за куршавельцев, они вообще уже давным-давно должны были переболеть и помереть. Те шашлычники, которые точно так же, опять-таки, недисциплинированы, должны были выйти, тоже должны переболеть. Кто следующий виновный в том, что вы устраиваете такой бенц в основном федеральном городе? Как бы это сказать? Может быть, все-таки и не полиция в этом виновата? Вот стоят эти полицмейстеры с палочкой, что они там нарегулируют? У них база-то вообще синхронизирована хотя бы? Ну что ж, с сегодняшнего дня заработал пропускной режим. Утром на входах в метро были очереди, пассажиры нам сообщали, что приходили ждать по 30-40 минут и не было возможности соблюдать дистанцию. У всех, кто спускался в подземку, проверяли пропуска на входе. Конечно, это привело к очередям на входах в вестибюль. И, вы знаете, наверное, самое неприятное было не то, что приходилось ждать пассажирам метро, как они нам сообщали, от 10 до 40 минут на вход, а то, что они не соблюдали социальную дистанцию в это время. Хотя, как я заметила на кадрах, которые присылали нам, в том числе и пассажиры, на полу в подземке, в переходах была нанесена специальная разметка, которая предупреждала о том, что эту дистанцию соблюдать необходимо. Ты знаешь, здесь действительно очень много вопросов, и мы часто говорим на тему о сознательности или несознательности, да, граждан, которые не соблюдают правила изоляции, самоизоляции, да нет, изоляции это правильно, конечно, называть, но здесь у меня возникает довольно большое количество вопросов. Неужели те люди, те департаменты, правительства города Москвы, которые занимаются разработкой всех этих вопросов, занимаются этим первый день в своей жизни? Они не знают, какое количество людей в Москве? Знают, да. Они не видят, какое количество электронных пропусков у них оформлено? А, видят. Они не понимали, давая подобного рода распоряжения полиции, каким образом это будет выглядеть. То есть, понимаешь, здесь либо не были даны, то есть идиоты где-то должны найтись, то есть либо полиция не получила четких указаний и схемы, как надо работать, либо там по привычке нашими карательными методами решили, а вот будет вот так, граждане, нам не приводят. А я тебе отвечу. Давай-давай-давай, мне интересно поразобраться в этой истории. Как пресс-секретарь практически всех департаментов одновременно. Значит, точный график, когда передвигаются москвичи по метро, знают до запятой. Временные интервалы, когда сколько проходит. Именно поэтому это и удивляет ситуацию. Знают до запятой. Потому что карта тройка, она, собственно говоря, идентифицирует нас полностью. Потому что там еще привязаны зачастую банковские данные. Поэтому в какое время, в какие 15 минут, именно там 15-10 минут с такими интервалами, какой будет поток, они знают практически до запятой. Тогда хорошо, у меня следующий вопрос. А что мешало, Дмитрий Валерьевич, привязать вот эти самые электронные пропуска, которые и без того ты привязываешь к карте тройка, и, например, на автомате оставлять работающими только те, которые уже есть в системе, или те, которые будут попадать в систему электронных пропусков. Не надо ваших этих либеральных штучек, а? Пожалуйста, я вас умоляю. Мне кажется, они не либеральные, а просто здравые какие-то, нет? Ну ты сейчас еще скажи, что карта тройка, в принципе, могла бы служить цифровым пропуском. Ну, например. А почему нет? Ну, началось это. Вот наберут вас это... По объявлению. По объявлению. Потом начинают... Такая же красивая штука. Сделать несколько сайтов, сделать QR-коды, полицейских поставить. А тут будет какая-то банальность, понимаешь? Карта тройка будет являться твоим цифровым пропуском. Зачем? Зачем такие... Зачем такую прощадь? Или карта стрелка, которая подмосковная. Зачем? Это другой департамент. Это департамент транспорта, а это департамент информационных технологий. А тут еще департамент МВД. Не надо морочить голову. Я же не хочу, чтобы было чисто. Я хочу, чтобы вы поимели некоторые взаимоотношения с вашим мозгом. Вот и все. Поэтому девчонки делают элегантно, правильно. Вот когда мы получим всплеск распространения, мне будет очень интересно, кого назначат ответственным за то преступление, которое произошло вчера в Митрополитене. Это же москвичи ломанулись вот в эти 15 минут. Сволочи какие. Сволочи. И выстроились в очередь в метро. Это же москвичи выстроились. Это же вы в очередь. Это же ты стояла. Вот ты, приезжие, вот понаехавшие. Стояли в очереди и создавали коронавирусную проблему. На Ленинградке. Ты это сделала. Береженого Бог бережет. Редактор субтитров А.Семкин